Здравствуйте, меня зовут Чердаков Алексей Валерьевич, я ведущий коллапрактолог Ильинской больницы. Традиционно считается, что коллапрактология это специальность, которая занимается заболеванием исключительно заднего прохода, но это несколько не так, потому что проктологи исходно занимались широким комплексом заболеваний, в частности заболеваниями промежности, заболеваниями нижнего отдела ЖКТ, а именно толстого кишечника. С учетом того, что основная масса наших интересов сосредоточена на тех органах, которые находятся в тазу, а именно в малом тазу, безусловно, зачастую мы привлекаем смежных специалистов для того, чтобы суть проблемы была более ясной, чтобы лечение было более точным и результаты были более положительные. В частности, очень часто коллапрактологи нуждаются в консультации смежных специалистов, такие как уролог, акушерогинеколог, колоректальный хирург. Почему это важно? Потому что каждый специалист должен заниматься своей областью, каждый специалист в ней, безусловно, разбирается и привлечение знаний, умений, навыков этого специалиста помогает более селективно, более точно проводить определенные этапы оперативного лечения. Очень часто мы встречаемся с такой локализацией опухолей, когда мы не можем четко верифицировать, что данный вариант опухоли располагается только в одном органе. Зачастую такие опухоли распространяются далеко за пределы данного органа, вовлекая в патологический процесс смежные системы органов, в частности, в малом тазу или в тазу опухоли прямой кишки напрямую могут влиять, врастать, распространяться на окружающие органы, на мочевой пузырь, на репродуктивную систему, что опять же требует привлечения смежных специалистов для более точного, четкого лечения, как хирургического, так и нехирургического. Зачастую обращаются пациенты для необходимости выполнения реконструктивных операций при сложных формах свящей, свящей прямой кишки, ректовагинальных свящей. Для того, чтобы пациентам обеспечивать более широкий объем лечения, лучшее качество жизни в послеоперационном периоде и на этапе реабилитации, целесообразно, конечно, привлекать специалистов по своим областям. В частности, ректовагинальные свящи требуют обязательного участия в операции акушерогинеколога, который поможет в ликвидации, полноценной ликвидации данной патологии со своей стороны. Ну и, соответственно, мы уже как полопроктологи выполняем основное лечение со стороны прямой кишки. Кроме того, зачастую варианты сложных свящей прямой кишки также требуют участия команды мультидисциплинарных специалистов для исключения взаимосвязи, например, с урологической системой, с вовлечением мочеводелительных путей, что тоже немаловажно для реабилитации такого рода пациентов. Кроме всего прочего, зачастую реконструктивные операции на промежности приводят к необходимости выполнения тех этапов, когда повреждается механизм произвольного удержания биологических жидкостей в организме, что зачастую очень тяжело коррегировать нам, например, как проктологам, потому что слишком сложная система иннервации, снабжения нервами этой области. И на лечение таких пациентов, в частности, мы, безусловно, привлекаем специалистов-урологов для того, чтобы исключить факт вовлечения мочеводелительной системы в течение данного рода заболеваний. Безусловно, локализация опухоли в прямой кишке с необходимостью привлечения методов нехирургического лечения как лучевой терапии, так и химиотерапии может приводить к повреждению зоны промежности с формированием сложных форм свящей. Свящей это, к сожалению, неизбежное течение в данном случае данного этапа заболевания, который допускается, который не является чем-то выходящим за рамки данного варианта лечения. И для селективного вмешательства, для того, чтобы, в общем, по сути, более радикально убирать данные варианты осложнений комбинированного лечения опухолей прямой кишки, мы опять же привлекаем специалистов, совместно лечим, совместно наблюдаем и совместно проводим операции для того, чтобы все-таки обеспечить более качественный послеоперационный период и создать пациентам комфортные условия для послеоперационного введения. Таким образом, я считаю, что привлечение в принципе команды смежных специалистов в рамках центра тазовой хирургии это безусловно новшество, потому что далеко не каждый многопрофильный стационар может себе это позволить, но тем не менее это позволяет создать условия для, скажем, всеформатного лечения группы пациентов, сложных пациентов с очень проблемной нозологией, с вовлечением ряда систем органов, с тяжелой реабилитацией, что мы можем по сути облегчить и пациентам таким позволить выздороветь.